Тогда, если мы понимаем, что имеем дело с невероятным злодейством. А что можно этому противопоставить? Что можно в этой ситуации, собственно говоря, делать? Я считаю, что те, кто остались в России, находятся в совершенно серьезной опасности. Вот абсолютно опасности. Я и раньше говорил, надо уезжать. Я и сейчас повторю это. Уезжать надо. Те, кто могут уехать, кто встал в очередь за Надеждиной, лучше уезжать. Даже я ошибся в прогнозе. Я считал, что они Надеждиной пропустят. Даже я, на что уж тут меня тут какими последними словами не получат. Даже я прогнозировал, что им выгодно показать на одном проценте пацифистские настроения и так далее. И, собственно говоря, я ошибся в этом. Потому что я считал, что есть пределы, за которые они не заступят. С одной стороны, потому что надо изображать хоть какие-то выборы, которых, конечно, нет. Но, тем не менее. Выяснилось, что это не так. Что все барьеры, все границы сняты уже давно. И изображать не перед кем. Ну, детали уже известны. Кириенко и Вайна настаивали на том, что надо пропустить Надеждина. Что это поспособствует, так сказать, процессу недопущения делегитимации результата выборов с Путиным. Который получится 80%, кстати сказать. Сейчас уже, может, и 85% нарисует. Ну, не важно. Для меня 80-85% разница никакой. Я не вижу. Результат один точный. А вот. И, соответственно, другая часть. Это Патрушевская. А зачем нам изображать дураков-то? Какая-то там конкуренция, еще что-то. Мы всех, кого надо, переписали уже. Можно сливать воду. И поэтому, соответственно, давайте играться в это не будем. Надеждин на хаос. А мы, значит, проводим спокойно с четырьмя клоунами. Или сколько их? Трех клоунов наряду с Путиным. Правые выборы. Вот и все. Но это в такой же степени экстраполируется на ситуацию с лидерами процессов. В частности, Алексей Навальный, главным политзаключенным и лидером. Этого протеста. Понимаете? Главным политзаключенным. Потому что кто-то говорил. Да они не решатся его убить. А? А как не решатся? Если они готовы на все. Они войну затеяли, в которой уже убили 500 тысяч человек. Уже больше. Почему они не решатся убить одного отдельно взятого человека? Тем более, если они знают, что ничего не будет. Никаких последствий. На Кремль не двинутся толпы народа из квартиры и так далее. Поэтому, да, рецепт тот же. Уезжайте. Уезжайте из России. Забирайте детей. Бегите. Я говорю прежде всего о референтной группе. О тех людях, которые засветились на митингах. Были активистами. Действовали, так сказать, открыто, публично. Вы, скорее всего, с высокой степенью вероятности, уже находитесь в зоне внимания второй службы ФСБ России. По борьбе с терроризмом в защиту конституционного устроя. Которая наверняка уже на вас имеет всю информацию. И в зависимости от нужды будет действовать быстро или будет действовать медленнее. Но они будут это делать. То есть на вас уже есть социальный рейтинг. Кто-то ограничится тем, что он никуда там не попадет. На работу не примут. Куда-то не поступит. Ничего не добьется. За границу не сможет выехать. А кого-то действительно прямо примут и поедет на стройки коммунизма. Теперь путинизм, естественно. Рашизм, не знаю чего-то. В Сибирь. Потому что массовые репрессии возможны. Подчеркиваю. При тоталитаризме репрессии носят функциональный характер. То есть тоталитаризм невозможен без репрессий. Почему? Потому что этот механизм поддерживает работу государственного аппарата. Он задает ему определенное направление. Именно поэтому при Сталине грузовиками убивали людей. Он подписывался. 10 тысяч человек. И они не разбирались. Говорят, вот свои убьют. Они не разбирались. Свои, чужие. Это уже не имеет значения. Нужны цифры. Понимаете? Когда ты убиваешь по 10 тысяч человек. Даже если среди них 5 тысяч. Это абсолютно лояльно. Но 5 это нехорошие. Которые что-то в мозгу думали. Или другое соотношение. Даже 10% нехорошие. То уже это все оправданно. То есть сгребая все граблями. Так сказать. Широким неводом закидывая. То ты все равно эту рыбку. Которая против. Все равно заберешь. Понимаете? Ты ее поймаешь. Ты ее съешь. Даже если наряду с ними. Значит были там. Передайте товарищу Сталину. И так далее. И так далее. И так далее. Так вот. Репрессивность функциональный характер. Функциональный. Это при авторитаризме. Они избирательную носят характер. Вид преследования. Ты можешь рассчитывать на какую-то там худо-бедную защиту адвокатскую. Но она не дает никакого толка. Но тем не менее. Свидетели. Правозащитники. Журналисты. Ничего. Из этого больше в России нет вообще. Вы представили. Какие могли быть. Извините. На Бутовском полигоне адвокаты. Скажите мне пожалуйста. Полигоны эти сейчас все откроют. Я не исключаю. Что будут и расстрелы. Будут смертные казни. Вот. Мне все время говорят о том. Что я тут драматизирую все. Так сказать. Целью устрашения имею. Нет. Нет. Я очень холодно об этом рассуждаю. Совершенно. Так сказать. Потому ли я. Что мне это грозит. Мне это грозит совершенно другое. Но. Суть не в этом. Об этом надо говорить прямо и откровенно. Ни в коем случае нельзя причесывать действительность. Она такая какая она есть. Мы имеем еще раз подчеркиваю дело с абсолютными людоедами. Для которых так сказать просто различается в масштабе их отношение к реальности. Гитлер точно такой же. Ничем не отличный от нынешнего Путина. Понимаете. Ничем не отличный. Ну там был масштаб другой. Другие нравы. Все таки середина 20 века. Ну ближе. Вторая половина. Первая половина. Сейчас это мы имеем дело с веком 21. С первым. Но люди те же. Так сказать. Где она статистика. Когда миллион погибает. Или 100 человек. Или 100 тысяч. Это все знаете относительные вещи. Но еще раз повторяю. Что они безусловно придут и к смертным казням. И к расстрелам. И ко всему. Что это должно сопровождать. И когда. Вот эти ебантеи. Типа Гурулевых и Соловьевых. Кричат о том что мы всех переписали. И 20% надо уничтожить. Они говорят не абстрактно. Не отвлеченно. Они говорят конкретно. Но подчеркиваю конкретно об уничтожении этих людей. Но вы можете 20% уничтожить. Вы можете 1%. Но что это меняет. Что это меняет. Поэтому на самом деле. Если мы говорим о рецептах. То он один. По отношению к людям которые остаются. Это уезжать. Это уехать. И тогда мы можем не помнить. И теперь. Я не знаю. Я остансь. Я не знаю. Я не знаю. Это уничтожение. Это уничтожение. Да.